Московская область полностью перешла на масочный режим, а это значит, что теперь во всех общественных местах граждане в обязательном порядке должны носить средства индивидуальной защиты. Почему ношение маски не просто прихоть, а необходимость, рассказали врачи Щелковской областной больницы. Коронавирусная инфекция относится к воздушно-капельным инфекциям. Поэтому основным фактором распространения инфекции является аэрозольный путь передачи. То есть в выдыхаемом воздухе должен содержаться аэрозоль, в котором находится возбудитель. Попадает он в воздух как при обычном дыхании, так и при кашле, чихании. Разница в концентрации и в дальности. Специалисты объяснили, как именно работает данный защитный механизм. По их словам, маска является действенным способом уберечь себя и других людей от коронавируса. Любая защита, поставленная здесь, она уменьшает вероятность заболевания. Поэтому ношение масок и респираторов – это является основной мерой защиты. Подсчитано, что эффективность этой меры составляет 68%. Мытье рук – 51%. И совместно эти два мероприятия дают эффективность 91%. Важно знать, что защитные маски бывают разными – одноразовыми и многоразовыми. От вида маски зависят и ее защитные функции. Самая простая маска – это марлевая. Ее можно сделать в домашних условиях. Она также защищает от крупных частиц. Дальше у нас идут маски марлевые, маски тканевые. Они, в отличие от этих масок одноразовых, неплотно прилегают. Поэтому степени защиты у них меньше все-таки. И самой высокой степени защиты – это многоразовые маски-респираторы. Они есть трех видов – FFP1, FFP2 и FFP3. Значит, FFP1 они защищают на 80% от частиц. FFP2 – это вот так выглядит. FFP2 они защищают на 94%. И, соответственно, FFP3 защищают на 99%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем докладе заявил, что во все аптеки области, как коммерческие, так и государственные, средства индивидуальной защиты будут поставляться в усиленном режиме, чтобы возможность приобрести средства защиты была у каждого. Также в Щелково совершенно бесплатно маски можно получить у дружинников, патрулирующих улицы. Носите маски и будьте здоровы. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.